Итак, здравствуйте моя семья и моя интернет-семья, и все, кто только что ко мне присоединился. Как вы уже поняли, я нахожусь в поездках сейчас. У нас такой, знаете, вид деятельности волонтерства. То есть врачи из Соединенных Штатов Америки, у них есть такая деятельность в любой клинике, когда направляют из клиники врачей для того, чтобы они проводили волонтерскую, добровольную, ну как добровольную, они все, в принципе, вот я поговорила с вот этой девушкой, ее зовут Кейт, Кейти Белл, она из Джорджии, это такой штат в Соединенных Штатах Америки. Вообще они все из Джорджии. И вы знаете, она рассказывает, что каждый штат ежегодно отправляет врачей в ту или иную страну для того, чтобы бесплатно могли что возможно излечить, где возможно поставить диагноз и как можно больше провести тренингов, чтобы люди были осведомлены, вооружены и умели оказать необходимую помощь, если это нужно. Особенно они дают акцент на такие страны, как Африка, Индия, ну и прочие страны, а также те страны, где ведутся военные действия. В частности, вот Украина. Юг Украины и Восток Украины. И специально они приехали для того, чтобы вот оказывать, потому что у нас, вы знаете, много сейчас ребят молодых, которые в том или ином, которые живут в той или ином местности, в селениях, которые участвовали в военных действиях и остались где-то без руки, где-то без ноги. Ну, в общем, вы меня понимаете. Также очень много пожилых людей, которые также живут в очень отдаленных селах, деревнях, и они не могут себе позволить приехать в город. Например, наш регион настолько огромен, что, например, до Херсона, от того села, куда мы ездили, шесть часов езды. Шесть часов езды. Вы себе можете представить на автобусе? Мы ехали шесть часов. Туда четыре с половиной, обратно шесть. В общем, путь, конечно, очень тяжелый, потому что дорог, как таковых, нет. Просто дорог нормальных нет. Все шесть часов мы проехали по ужасным дорогам, которые дорогами найти, назвать вообще невозможно. Многие из них просто даже асфальтом не покрыты. Это разговор, наверное, должен быть отдельный на уровне губернатора, на уровне, я не знаю, президента. Я не знаю, но пора что-то решать. Вот именно в такие места отдаленные ездят вот эти люди. Как жалко, что наши врачи не ездят в такие места. Потому что первое, что задавала Крити вопрос, когда мы приехали, а есть ли здесь врачи? Как выяснилось, нет. Там есть такая местность, где 15 через какой-то промежуток времени. В общем, 15 подряд идут сел. И на 15 сел один медицинский пункт. Это ужасно. Это просто ужасно. Вот. И когда мы попросились в этом пункте принимать больных, то нам отказали. Тоже ужасно, правда? И мы все были, нас расположили в церкви. И в церкви, в баптистской церкви, все эти врачи принимали больных. Вообще, надо, конечно, научиться творить добро. Тут я вспомнила притчу из Библии. Есть такая притча под номером 21. Если вы откроете Библию, в середине есть притчи. И вот притча номер 21, там есть такие строчки, 13 стих. Кто затыкает уши свои от вопля бедного, будет сам кричать, но никто его не услышит. Я хочу, чтобы еще раз, может быть, кто-то, на кого-то подействуют эти строки. Я имею в виду, на тех людей, которые отвечают за дороги, которые получают эти деньги и эти дорожные сборы. И понятно, в каком направлении тратят. Я еще раз хочу прочитать эту притчу 21, стих 13. Кто затыкает уши свои от вопля бедного, будет сам кричать, но никто его не услышит. И вы знаете, согласно вот этому стиху, если мы не будем обращать внимание на нужды людей и помогать им, Бог не станет спешить с ответом на наши мольбы, когда мы окажемся в беде. Многие говорят, да, я помогаю, может, вы и помогаете, но так как эти люди помогают, это я не встречаю у нас таких врачей. Нет, безусловно, в нашей церкви есть такие врачи, и они с нами ездили. Они с нами ездили. Сейчас я вам покажу их. Одну валечку я вам показывала. Вот так, я сейчас, вот это все американцы, а вот это вот наши девочки, сейчас вот улыбаются. Вот это переводчицы тоже. Вот девочки тоже наши. Вот, вот, и еще есть одна врач, эндокринолог с нами ездила. Еще тоже несколько. Есть, есть, но очень, к сожалению, очень мало. Вы знаете, делать добро, это значит поступать хорошо не только с самыми близкими, ведь, думаю, делать добро для близкого, то есть в семье, это обязательство, не путайте это. Не только с самыми близкими, друзьями или членами семьи, но со всеми, кто окружает вас. Вы знаете, когда мы чувствуем, ну и когда мы смотрим на бездомных, или там на бомжей, или там на людей, которые нуждаются в помощи, мы говорим, ой, да, как ему плохо, как это печально. Печально. Но раньше я тоже, когда-то лет 20 назад была, да, я смотрела просто с сожалением лет 20 назад, тоже смотрела на таких людей, думала, боже, как это печально. Но сейчас я более ответственно отношусь вот к подобным ситуациям. Обычно уже говорю так, я должна что-то сделать. Вот я должна что-то сделать. Вот если мы перестроимся и перестанем говорить, о, как это печально, и начнем говорить, я должна что-то делать, вот именно эти люди, которых вы видите, именно эти все люди, они что-то делают. Вот они что-то делают, чтобы поменять эту жизнь. Вот инструктаж сейчас проходит, видите, они что-то делают. Вот садятся в автобус, мы все вместе садимся, и вот это я показываю, сколько времени, поехали, да. Дальше. И, возможно, у вас нет таких же ресурсов, как те, которыми располагает, допустим, кто-то другой. Но и у меня их нет. Но у вас, как и у меня, есть возможность молиться. Если вы думаете, что вы ничего не можете делать, вы можете. У вас есть возможность молиться за всех этих людей. Вы можете отдавать там пожертвования тем служителям, которые помогают людям. Вы можете время от времени работать с самим волонтером. Вы можете действовать. Вы можете действовать. Каждый из нас способен, способен чем-то помочь. Было бы желание. Вы можете выйти и узнать, кто у вас нуждается. Вы прекрасно даже, может, и знаете об этом. Вы можете помогать. Вот на этом построено, вот я общалась с этой Кейти Белл, и она мне сказала, мы с ней полночи беседовали, и она мне сказала, вы знаете, с Кейни весёлая, ведь очень тяжёлая дорога, очень тяжёлая. Путь был очень тяжёлый. И эта Кейти Белл сказала, что мы все стараемся, вот вся Америка построена на том, на благотворительности. Вот кто чем может, тот тем помогает. Организовываем, но не такой благотворительности, как, допустим, у нас многие. Просто этим пользуются и воруют деньги, продолжают воровать. Многие такие удальцы уже, что многие люди уже боятся, допустим, помогать кому-то, потому что понимают, что идёт тотальное воровство, что просто хотят выманить деньги. Вот, поэтому каждый из вас может создавать просто своих, организовывать близких, друзей, родных, свою церковь, куда вы ходите, организовывать их на конкретное дело, на конкретное. Даже пусть это будет из вашей паства, и помогать конкретно. И, конечно, не нужно говорить такие слова, что у меня нет ресурсов. Ресурсы всегда найдутся, Господь Бог даст. Всегда. Главное время от времени, вот, работать волонтёром, время от времени помогать. Волонтёрство – это бесплатная помощь, бесплатные люди. И каждый из нас способен чем-то помочь, было бы желание. Я уверена, что многие наши молитвы остаются без ответа, потому что мы плохо относимся к людям и не проявляем доброту и сострадание к тем, кто попадает в педу. Мы можем получить щедрый урожай благословений прямо на свой дом, прямо на свою семью. Щедрый урожай благословений. Лишь проявляя доброту к окружающим. Богу важно, чтобы мы хорошо относились к окружающим. Если с вами когда-нибудь поступали несправедливо, вы знаете, как это больно и неприятно. Если вы хотите, чтобы ваши молитвы были наполнены силой, и чтобы Бог преклонил своё ухо к вашим просьбам, относитесь к людям по-доброму. Вот одна из наших главных задач – помогать тем, кому повезло в жизни меньше, чем нам. И всё, и всё. Не знаю, можно даже записать. Да, это то, что я сегодня хочу донести. Помогать тем – это одна из наших главных задач. Кому повезло в жизни меньше, чем нам. Что мы и делали. В следующем видео я покажу, ну, внизу я сделаю такую ссылочку, и на это видео, вот это вот, и на то видео, где мы встретили в поездке, вот в такой поездке, вот в этой, именно в этой поездке, одну женщину. И эта женщина, она, ей за 80, и она, вы себе можете представить, поэтесса, она всю жизнь проработала дояркой. Сама она переехала в это отдалённое селение из Хаменицкой области, не она, а её родители. Когда-то, в 1900 каком-то году, в 1910, что ли она сказала, или в 1906, не помню, они переехали в то село, вот куда мы приехали, вот в этом. И в этом селе, она говорит мне, словно во сне, вот, словно во сне, святой дух нашёптывает вот эти вот строки. Я встаю и записываю. Вы послушайте, я там записала её, когда мы обедали, нам накрывали длинные столы такие в этом селе. И она была приглашена туда, и она зачитывала, она зачитывала свои вот эти вот стихи моления. Это бесподобнейшие стихи, мне они очень понравились. Тоже она прошла обследование у наших врачей, тоже. И вот она была очень благодарна, и потому, когда мы обедали, она приходила и читала нам стихи. И внизу, внизу моего видео я сделаю ссылочку именно на эту интересную женщину, необыкновенная просто женщина. Я хочу, чтобы вы на неё посмотрели. Это вот такая вот необыкновенная встреча была. Ещё там пастор в этой церкви. Там две деноминации. Первая деноминация – Украинская Православная Церковь. И вторая номинация – это Украинская Баптистская Церковь. Селение делится, разделяется. Половина ходит в Баптистскую Церковь, половина ходит в Православный Храм. Все они между собой, естественно, дружат. Ну а место для проведения волонтёрской работы этих врачей нам предоставила Баптистская Церковь. Пришли несколько сём. Были очень разные случаи. Один случай – это парень. Мы привели одного мальчика. И вы знаете, этот мальчик очень болен был. Ему поставили диагноз, наши врачи – аутизм. И не только аутизм, там целый букет заболеваний. Всё, что могли они, они там сделали. Они ему и анализы провели, и сделали. Всё, всё, всё. Но и поставили диагноз. К сожалению, в Херсоне, у нас в Херсонской области нету таких центров, которые бы занимались с детьми аутистами. Но в Соединённых Штатах Америки есть. И вы знаете, что они сделали? Они сказали, что вышлют ему приглашение, договорятся в своей клинике. У них есть там центр для именно таких деток. И этот ребёнок будет иметь теперь возможность пройти лечение вот в том их центре. А это вот я показываю сейчас видео, как мы ехали по дороге, встречая индюшат, и уток, и гусей, и, в общем, кого бы только не встречали. Итак, дорогие мои, вот это небольшой как бы рассказ о том, чем мы занимались. Вот эта девочка Хейли, вот она. Ой, нет, это Сандра. Вот она Сандра, да. Вот это вот Сандрочка, которая... Вот она. Она тоже врач. Она мне свою визитку дала в Джорджи. И Сандра Эллиот. И вы знаете, она основатель также с мужем компании по бегу. И она говорит, что... Don't let a setback keep you from a comeback. Эта компания... Джорджиа Game Changers называется. То есть она меняет людей. Transforming your feet step by step. Richmond Hill. То есть переделывай себя, свою форму. Шаг за шагом. Вот. И она настолько, эта Сандра, подтянутая. Но больше всего она удивила меня тем, что она принимала участие в бостонском марафоне. Она сама бегает. Это вот блондиночка. Красавица. Она американка. Но происхождение... Она половина украинка. Наполовину в... Она полька. Папа поляк. Мама украинка. Она первый раз в Украине. Просто ей... Она сама вызвалась поехать в Украину. Она врач. Дальше. И компания также у нее есть своя. С мужем там они занимаются. Следующая. Вот эта женщина, вот эта, это Кейти Белл, которую я именно переводила. Которая у меня здесь на заставке такая красивая. Она именно врач-мамолог и онколог. Вот она мне дала очень ценную информацию о самообследовании груди. Она дала мне информацию, что необходимо знать для меня. Что является нормой, а что не является нормой. Что не является нормой. Признаки рака груди у всех женщин проявляются по-разному. Она мне сказала. И важно знать, как выглядит ваша грудь в нормальном состоянии. И если мы обнаружили что-либо, какие изменения, то нужно сразу идти к врачу. И она также, естественно, обследовала меня и обследовала всех у нас. И я была очень довольна. У меня всё в порядке, вообще без проблем. Вы знаете, мы проехали много сёл. Ну, вернее, к нам пришли много людей из разных сёл. И самое страшное, что огромен. Где-то 60% у людей не совсем всё нормально с грудью. И особо внимания нужно обращать после 40%. В общем, всю информацию, которую рассказала и показала мне Кейти, и я наблюдала, потому что она вела приём. И дальше мы будем вести приём всю эту неделю. Ну, вы знаете, она много мне чего открыла и многому научила. Я вам обязательно расскажу. И для этого будет посвящено целое видео. Ну, а я вам хочу сказать, творите добро. Божье слово вам на сегодня было. И одна из наших главных задач – помогать тем, кому повезло в жизни меньше, чем нам. А я люблю вас всех. Будьте благословенны вы и ваши семьи. Моя семья и моя интернет-семья. Оставайтесь со мной. Продолжение следует...